Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются работники отделения скорой медицинской помощи Макаревской районной больницы Костромской области. Мы работаем в небольшом городе Макареве с численностью населения менее 50 тысяч человек. Радиус обслуживания 70 километров, в количестве 141 населенный пункт. Эвакуация больных у нас осуществляется в областной центр и в некоторые окружные больницы области протяженностью около 200 километров. Например, больного с острым инфарктом миокарда мы госпитализируем в региональный сосудистый центр города Костромы. Медицинская эвакуация занимает 7-9 часов. Или, например, госпитализация больного с инсультом в окружной сосудистый центр занимает 6-7 часов. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 20.03.2024 номер 343 работникам скорой медицинской помощи размер выплат оставлен на прежнем уровне, то есть 7 тысяч рублей. Фельдшерам по приему вызовов 4,5 тысячи рублей. Мы являемся структурным звеном районной больницы. Считаем такое постановление несправедливым и унизительным. Мы работаем в экстренных ситуациях, часто рискуя своей жизнью. При оказании помощи пациенту нам часто приходится выполнять роль терапевтов, хирургов, реаниматологов, акушеров, педиатров, психиатров. Фельдшерам приходится выполнять врачебные процедуры, в том числе тромбоэлитическую терапию. Из-за нехватки кадров и низкой заработной платы нам приходится работать через сутки, оставляя свои семьи. Очень часто фельдшер выезжает на вызов один. Помощником ему становится водитель скорой медицинской помощи, у которого заработная плата составляет 18 тысяч рублей. А ведь у всех семьи, как главе семейства прокомплить семью на такую зарплату? Сегодня мы обращаемся к вам пересмотреть вышеусказанное постановление, чтобы установить справедливые выплаты, равные выплатам коллегам из других отделений. Редактор субтитров А.Семкин